Приветствую вас, и прежде всего хотелось бы сказать вам о том, что психологи не анализируют средних лиц. То есть я на ваш вопрос, конечно, отвечу, безусловно, но хочу, чтобы вы сразу, изначально понимали, что психологи работают с клиентами, то есть я могу работать с вами, то есть я могу говорить о вас. Я не могу говорить о человеке, которого не знаю. Я не могу говорить о вашем мужчине. Как бы странно, как бы ярко он себя не вел, я этого делать не могу. Это запрещено этикой, в принципе, и не является профессиональным. Ну и кроме того, по сути, это гадание, потому что третий человек, у него своя линия поведения, то есть вы эту линию поведения не понимаете, это безусловно. Но правда заключается в том, что понимать мужчину, да и вообще людей, не обязательно, если вы знаете, чего вы хотите, если вы знаете, что вам нужно. И потому отсюда вытекает, на мой взгляд, логичный вопрос. Отвучит он примерно так. Итак, вы сейчас, когда увидели, что из себя представляет этот молодой человек, вы сами чего хотите, вот для себя, вы сами чего хотите от него. Вот вы говорите, кроме друзейских сиделых, пусть и в постели, от него ничего больше не дождешься. Вопрос. А вы сами хотите для себя чего? Вы с ним хотите чего-то большего, вы с ним хотите чего-то более такого, ну, более интимного, более близкого и так далее? Или что? Вы сами чего хотите-то? Почему вы вообще сидите, например, на сайте знакомств? Что вам и две сейчас там находиться? Что вы хотите от этих сайтов знакомств получить? Понимаете ли вы, что на этих сайтах знакомств, как правило, такие вот мужчины, у которых все хорошо и у которых нет проблем в отношениях, не нужны сайты знакомств с таким мужчинам. А мусти только вот подобным вашему молодому человеку. И это не плохо и не хорошо, это реальность. Понимаете? Если вы считаете для себя неоскорбительным то отношение, которое он показывает вам, то есть я имею ввиду, что он общается так вот со всеми, да? Если вам неоскорбительно, продолжайте общаться с ним, опять же, так как вы хотите, то есть если вы хотите, вы можете общаться с ним просто как друзья, например, просто принимая его общение и все. Ну, при этом, естественно, до поры до времени, пока у вас своего молодого человека, грубо говоря, не появилось такого, ну, постоянного, да? Вот. Если вы считаете, что вас это оскорбляет, потому что вы считаете, что, ну, это неприемлемое для вас поведение, тогда нужно сказать ему все как есть, что вы знаете, что вы посмотрели его переписки, что вы видите, как он себя позиционирует и что для вас такое поведение неприемлемое. И если он хочет с вами общаться, то пусть он либо прекращает общаться с другими девушками, либо, соответственно, про вас может забыть. Вот так. То есть, понимаете, все здесь зависит от того, чего вы хотите, почему вы вообще пришли на сайт знакомств. Что вы видите. Это вот то, что касается именно вас и вашей, так сказать, вашей субъективной стороны. Теперь, если мы с вами говорим исключительно о том, что движет эти мужчины, да, почему он вот так всегда ведет. То есть здесь, я думаю, вам можно сказать следующее, что мужчина, будучи человеком творческим, скорее всего, творческое же относится и к подобному времяпровождению, что это для него. Это просто некий такой процесс, который он использует для удовлетворения своих потребностей каких-то, которые не являются сексом и для реализации, опять же, каких-то своих амбиций. Может быть, для самоутверждения, может быть, для доказывания, что такие люди, как ваш человек, могут и любят и хотят кому-то что-то доказывать, в том числе и себе. Вот, может быть, мужчина так пытается создать иллюзию того, что он нужен, иллюзию того, что он востребован, кто знает. В любом случае, то, что это действительно является своего рода амбомалией, или даже не амбомалией, лучше сказать, а просто какой-то такой, знаете, нестабильностью, это определенно, определенно. И вам вопрос, вам вопрос только, что вы будете с этим делать. То есть, будете ли вы дальше это, например, принимать, или будете двигаться дальше. То есть, все-таки, дальше имеется в виду, что вам этот мужчина не подходит. Вот и все. Решать только вам. Потому что, все, что вы описали, это, вы описали поведение Альфонсо. Да, понятно, что это Альфонсо не совсем классический, это понятно. Но также понятно и то, что он не может вам дать то, что вы относитесь, я имею в виду отношения, может быть, с сексом и так далее, и стабильным. Ну и вопрос тогда, если с ним хорошо общаться, если с ним только удобно разговаривать, если он только хороший собеседник и, собственно, все, то, что, может быть, ему и имеет смысл тогда оставить вот это самое место, место собеседника, место приятного человека, с которым можно поговорить, но не более. Не надеяться получить от него что-то более серьезное. Я думаю, в данном случае это было бы справедливо, но, опять же, вопрос заключается в том, чего вы сами для себя хотите. Да, и именно это, ваши желания заставляют вас двигаться туда, куда вы двигаетесь. Именно эти ваши желания заставляют вас делать то, что вы делаете, и именно эти желания привели к тому, о чем вы сейчас пишете. То есть, по большому счету, мужчина не несет ответственности за себя. Он не отвечает за свои слова. Он может вести с вами переписку в эрактическом ключе, но при этом в реальной жизни он ведет милую беседу, что означает, что он не готов, что он либо сомневается, либо просто проверяет и ставит у себя галочкой. И все. И вопрос в связи с том, хотите ли вы быть некой галочкой или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.